Всем привет! Я снова рад вас видеть на своем канале и в этом видеоролике запускать недавно запущенный прудариум речных рыбок. Этот прудариум я запускал буквально 2 или 3 дня назад в предыдущем ролике. Сделал здесь такой красивый водопадик. К сожалению, из-за мутного оргстекла вообще всю воздушную часть прудариума не видно. Поэтому покажу сейчас сверху. Вот такой вот красивый водопадик у меня получилось сделать в прошлом видеоролике. Также вот там уже видно растет целый рец. Уже выпустил даже один новый свежий листик в этом прудариуме. К сожалению, воздушную часть очень плохо видно. Из-за того, что оргстекло очень мутное, даже оно и мокрое, все равно оно очень мутное. Но вот подводная часть прудариума видно превосходно. Вот тут растет водяной орех или просто называют некоторые чилимом его. Вот уже видно, кстати, с теми вот эти вот плоды тоже выросли. Уже на нем еще в реке я его брал с такими вот орехами. На них очень больно наступать. Я как-то наступил темненько на вот такой вот орех и нога болела несколько дней. Вот так, в принципе, довольно красиво выглядит воздушная часть этого прудариума и подводная. Видно вот такая вот каменная там гора. Коряжки. Видно вот тут вот роголистник. Я немного сюда вот посадил его. Вот так вот выглядит прудариум. Я брал шиповок для прудариума из прудика. Кстати, сейчас немного расскажу про свой прудик. Сейчас там очень много воды. Я позвонила одному местному жителю. И он мне сказал, что там прошли сильные дожди. И прудик мой налился практически полностью. То есть там глубина сейчас, наверное, около метра. Это в самой низкой точке. Ну, а так, думаю, там полметра глубины точно есть в самом высоком месте. Так что, когда приеду в деревню, я обязательно вам покажу, насколько поднялась вода в моем прудике. А сейчас бы сюда запускать сначала шиповок, потом запущу уже ротанов и также большого карасика в этот полюдариум. Шиповки у меня живут в отдельной бочке. И ротаны также и караси живут в отдельной бочке. Так что сначала вылавливаю шиповок и запускаю в этот полюдариум. Вылавил я из бочки 4 крупные шиповки и 1 шиповку поменьше. Всего там 12 шиповок. Остальных шиповок я отпущу в аквариум объемом 120. Я в аквариум объемом 112 литров. Там они у меня будут как сомики жить. И будут подбирать весь лишний ком, который основные рыбки не будут доедать. И также, видите, здесь помимо шиповок оказался еще и рак. Рак я нашел на небольшой речке. Он такой вот небольшой рачок. Наверное, длиной сантиметров 7 или 8. Он вот тут плавит. Он у меня будет есть мертвых рыбок. Будут есть также, наверное, какие-нибудь водоросли и растения. Поэтому сначала, наверное, выпущу рака, а не рыбок. Он такой вот маленький, наверное, длиной 7 сантиметров. У него, в принципе, все лапки на месте. Устники также большие вот такие вот клешни. Вот такой вот небольшой рачок. И его сейчас мы первым запустим в полюдариум. Он, конечно, сейчас немного меня кусает. Щипит так. Ну и давайте его отпускать в полюдариум. Вот такой вот рак. Давайте посмотрим на него сбоку. Отпускаем его. И он сразу куда-то пополз. Он здесь надеет себе, наверное, какую-то нарубку в камнях. Вот он уже, в принципе, пополз под тень. Раки любят какие-то темные места, какие-то норы. Они питаются чем-то тухлым, тухлым мясом, тухлой рыбой. В принципе, если у меня будут рыбки погибать, то я буду отдавать этому раку мертвых рыбок. Он будет их есть и потихоньку расти. Зимой, в принципе, здесь пониженную температуру и рак будет есть вообще очень-очень мало. Они, в принципе, довольно мало едят еды. Вот так вот он уже, в принципе, начал закапываться куда-то в грунт. Они также иногда бывает раскапывают себе норы, также закапывают какие-то норы. Но, в принципе, он уже пополз куда-то в роголистник. Пусть он здесь живет, в принципе. Ему здесь места хватит. Рак любит чистую воду. Здесь, в принципе, чистая вода и есть. А сейчас я буду брать маленький сачок и вылавливать все вот этих вот шиповок. Хотя, думаю, их можно даже не вылавливать, можно их просто перелить из этой емкости. Думаю, ничего страшного, если будет в полюдариуме воды чуть-чуть побольше, чем планировал. Вот так вот опускаю емкость на дно. И вот уже первая шиповка оказалась на дне полюдариума. Вот, в принципе, все шиповки уже выплали. Они пока что стрессуют. Как видите, окрас у них очень такой тусклый. Обычно шиповка вся такая более темная. Пятна также более яркие. Сейчас она пока стрессует, а только маленькая шиповка более-менее приобрела окрас уже. Но большие шиповки пока что стрессуют. Думаю, через пару минут или пару часов они наберут уже свой яркий окрас. Пока что они вот так вот здесь плавают. Рак пока что забился. Вот, враголистник. Ну, а сейчас я буду брать уже артенов и карасик и также запускать в этот полюдариум. Вот уже выловил с бочки также 6 артенов и 1 серебряного карасика. Этот карасик у меня раньше жил и в мае, и в июне. Потом я его запустил в бассейн. И вот сейчас я его снова привез в Москву. Я его поймал еще в мае в Истоке. И давайте его сейчас отпустим. Пусть он плывет уже в полюдариуме, живет пусть пока что в нем. Вот такой вот небольшой карасик. У него длина, наверное, сантиметров 6 или 7. Путь он здесь пока осваивается. В принципе, 30 литров для него хватит. Он и раньше жил в 30-литровом аквариуме. А теперь я буду брать вот этих вот артенов. Их оказалось 6, а не 5, как я думал. Видимо, обсчитался, когда ловил небольшой речки Исток. Поэтому сейчас их также выливаю, как шиповок, в этот аквариум. Ну и вот, в принципе, они уже выплыли. Поплыли они уже также в укрытии. Они также сейчас находятся пока на дне. Стрессуют, потому что я их только запустил в этот полюдариум. Попозже, когда, наверное, уже завтра покормлю рыбками и мотылем замороженным. Они, в принципе, его отлично едят. Замороженный мотыль, живой. И также рыбок они больных отлично едят. Всего их здесь 6. Есть, наверное, поменьше, есть побольше. Они, думаю, также дают себе укрытие в виде каких-то камней, коряк и растений. Как это уже сделал рак. Рак, кстати, уже куда-то так же уполз. Его я пока не вижу. Карасик, конечно, не дают какие-нибудь укрытия. Шиповки также вскоре зароются в грунт. Вот такой вот красивый полюдариум. Сейчас я покажу воздушную часть этого полюдариума. И тогда буду заканчивать уже этот видеоролик. Вот так вот сейчас выглядит воздушная часть этого полюдариума. Как видите, водопадик до сих пор работает. Я думаю, он не забьется, потому что там губки нет. Там только стоит только голова от фильтра. Только помпа постоянно качает воду вот наверх по тонкому шлангу. В принципе, уже, кстати, камни вокруг этого водопада начали потихоньку обрастать вот такой черной слизью. Думаю, в будущем вообще здесь все камни станут черными от воды и от всяких водорослей. Попозже я нарочу, что здесь какой-нибудь красивый мох. Возможно, возьму даже мох из леса, либо просто куплю его на птичьем рынке. Телорекс также потихоньку, думаю, будет разрастаться. Он здесь растет наполовину над водой. Рязка тоже, думаю, будет разрастаться. Кувшинки также, думаю, тоже будут разрастаться. Правда, вот стрелалист сейчас немного подсох. Вот светильника видно, вот листья некоторые сгнили, некоторые подсохли. Наверное, придется, наверное, закрыть все-таки герметичную крышку, чтобы все-таки светильник сильно не грел этот полудариум. Вот видно, некоторые листья немного так подгорели. Думаю, вот этот маленький кустик, в принципе, особо-то и не подсказать, потому что он все-таки маленький. А вот этот большой пластин, наверное, будет подгорать, пока не превратится в маленький кустик. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Надеюсь, так вот листья будут слиться по дну полудариума. И большие листья, надеюсь, не будут подгорать. Возможно, я их просто отстригу. И осталось только один листик, а позже этот вкус, в принципе, разрастет, наверное, за пару недель Вот этот водяной орех растет Видно сверху, как плавают рыбки Правда, сейчас они куда-то уже спрятались Вот видно, карасик плавает сверху Вот так вот выглядит полудариум сейчас сверху Прошло пару минут после того, как я посадила рыбок в этот полудариум Шиповки уже частично зарылись в грунт Их уже практически здесь не видно Они все спрятались в грунт и в роголистник Только один карасик, в принципе, здесь плавает Рыбки также куда-то уже запилились в роголистник Вот видно одного рода, только остальных уже не видно Рак также куда-то уже полз и остался Получается, я наведу только один карасик Он здесь будет всегда активно плавать А остальные рыбки, наверное, будут перейти постоянно в роголистнике и в грунте Вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился Я запустил рыбок в этот полудариум Остальных шиповок я, наверное, сегодня вечером запущу В два больших аквариума Там они у меня будут в качестве сомиков и подъедать разные остатки корма От других аквариумных рыбок Всем спасибо за просмотр Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok